здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня видео из двух частей в первой части мы разберем по петель на вот этот вот узор вот это будете вот красивые ромбы ажурные вот во второй части мы разберем вот этот вот топ экспресс обзор на самом деле вяжется он очень просто я расскажу как посчитать на ваш размер и как его связать очень просто вот так кому достаточно схемы вот она и переходите ко второй части где то а кому узор то давайте сначала начнем с узора потом уже разберемся со самой моделью значит именно вот эти вот мелкие такие ромбы состоят из 8 петель раппорт состоит из 8 петель плюс 2 петли для законченности узора и плюс 2 петли кромочные 1 2 3 4 значит 8 10 это 2 петли плюс и 2 кромочные 12 петель у меня будет будет работе то есть один раппорт чтобы мы не затягивали и так первый ряд первую петлю снимаем делаем накид 2 петли провязываем вместе лицевой 5 лицевых у вернее 6 извините 3 4 5 6 накид и 2 петли вместе лицевой 1 ряд то есть вот эти две петли накиды 2 петли это уже дополнительные сам раппорт у нас находится вот здесь вот после кромочной и до вот этих вот то есть 8 петель изнаночный ряд изнаночные петли так третий ряд 1 лицевая накид 2 петли вместе лицевой 3 лицевые теперь вот эти вот следующие 2 петли поворачиваем и провязываем с уклоном вправо как бы 2 петли вместе накид и 2 лицевые 4 ряд изнаночные петли 5 ряд 2 лицевые 2 петли вместе лицевой 1 лицевая поворачиваем 2 петли с уклоном вправо провязываем вместе лицевой накид 3 лицевые кромочная изнаночные петли 6 ряд изнаночный ряд все время изнаночные ряды изнаночные петли далее я даже этот момент наверно вырежу чтобы не удлинять видео это само собой разумеется все четные ряды изнаночные петли если вяжите в круговую то лицевые петли в круговую если используете узор для чего-то другого так седьмой ряд 3 лицевые накид 3 вместе лицевой здесь обычно мы 3 вместе вот эту ставим вперед но здесь этого делать не нужно в этом узоре 3 вместе мы просто вот таким вот образом провязываем 3 вместе накид 4 лицевые изнаночная для чего это нужно для того чтобы в узоре вот смотрите вот эти вот как бы видите полосы идут ровно справа налево вот благодаря этим трем месте у нас эта полоса не прерывается а уходит справа налево видите все уходят туда так 8 ряд изнаночные петли 9 ряд 4 лицевые накид 2 вместе лицевой 4 лицевые изнаночные 10 ряд 10 ряд 11 ряд 2 лицевые 2 петли поворачиваем провязываем вместе с уклоном вправо накид лицевой лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой, 3 лицевые, 12 ряд, изнаночный, 13 ряд, 1 лицевая, поворачиваем 2 петли, провязываем вместе с уклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 петли вместе лицевой, 2 лицевые, изнаночная, 14 ряд, 15 ряд последний, 2 петли вместе с уклоном вправо, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, накид, 2 петли вместе лицевой, либо если вы, здесь вот это начало ряда, но если вы находитесь в середине вязания, то сейчас у вас 3 вместе лицевой, и накид, и так далее, далее повторяем с первого ряда, вот если вы наберете для образца, так как в схеме 2 раппорта, у вас вот здесь вот образуется ромбик, да, вот это есть 1 раппорт, в высоту и в ширину, а вы набирайте столько, сколько вам нужно, так, с узором я думаю все понятно, так далее разбираем, так далее разбираем топ, кофточка, как, как, я не знаю, как назвать эту модель, и так, как же выглядит эта выкройка, это квадрат или прямоугольник, вам нужна длина изделия измерить, вот она будет, длина, это вы меряете по себе, и ширина, это вы меряете по себе, но не себя, а изделие, то есть вот по бедрам меряете ширину изделия, да, вот это первая деталь, это перед, я не буду сейчас углубляться, как бы вырезы, потому что вырез вы сделаете либо лодочкой, вот сошьете потом плечики, сделаете лодочкой, либо сделаете вырез, в образце, вот я вязала такие образцы, чтобы вы понимали, ну, для наглядности, ну, я хотела сделать красивое видео, и опять же, у меня не получилось, потому что закончилась пряжа, вот, я хотела сделать мини-версию, в общем, в моем случае это будет, как бы, лодочка, и так, вот она, наша передняя деталь, которую мы начинаем вязать, либо вы вяжете резинку, там, допустим, 10 сантиметров, я провязала полтора сантиметра платочной вязкой, просто для понимания, здесь вы можете сделать широкую резинку, узкую резинку, платочную вязку, что угодно, то есть, низ оформить как угодно, вырез оформить тоже как угодно, V-образный, лодочка, круглый вырез, что хотите, то с вырезами делать, основывается мы на вот эту вот, первую деталь, в которой вот ширина топа и высота изделия, общая высота изделия, которую вы определили по себе, далее, вторая деталь, у нас имеет вот такую вот форму, в которой, сейчас мы будем разбираться, вот эта вот часть, полностью соответствует вот этой части, вернее, не полностью, значит, вот, начинаем мы полностью дублировать переднюю деталь, связали резинку, либо что там у вас, далее, что мы делаем, мы измеряем вот эту вот высоту до резинки, да, не всю, до резинки нам здесь нужно измерить, и эта высота, допустим, 10, нам ее нужно добавить сюда, но разделив на две, как бы, части, это в сантиметрах, да, потому что в петлях вам нужно будет пересчитать на сантиметре, значит, сюда 5 и сюда 5, то есть, одна вторая от вот этой высоты, половина высоты сюда добавили, половина высоты сюда добавили, полотна, то есть, я образно говорю, сейчас 5 сантиметров, да, если высота 10, вот, это не в петлях, это в сантиметрах, то есть, высоту измерили, разделили пополам и добавили после резинки, вот, то есть, я связала вот эту платочную, как бы, вязку, и потом по бокам добавила, и вяжете в высоту ровно такое же, как, как вот эта вот часть, здесь я для рукава, для оформления, вязала платочной вязкой, то есть, все основным узором, края, у меня здесь по 4 петли платочной вязкой, это просто для оформления, чтобы потом не пришлось ни обвязывать, ни ничего, ничего, в общем, в общем, так вот, здесь, либо делаем горловинку, либо ничего не делаем, оставляем вырез, если оставляем лодочку, то пару рядов, желательно провязать платочной вязкой, чтобы законченный был этот, как бы, край, и что, что мы делаем с этими деталями, вот такие вот две детали, у нас для этого тупо есть, считается очень просто, вяжется очень просто, то есть, вот такая вот длинная колбаса, вот эта спинка наша, вот она, и передняя, вот она, мы их складываем, сейчас мы, так, соберем это все дело, значит, складываем, видно, что-то такое-то, так, вот они, да, здесь у нас, плохо, что мне надо было побольше резиночку, вот вы визуально представьте, что здесь вот может быть длинная резинка, да, а вот узор идет уже отдельной жизнью, как же мы сшиваем, вот таким вот образом, раз и два сложили, вот у меня отличается, потому что другие нитки, да, эти у меня закончились, то есть, у вас должно вот это совпасть, потом, вот здесь вот, не смотрите, оно должно быть здесь в половине, встык, это просто разница в плотности, видите, то есть, вы сшиваете плечико, сюда, потом, здесь вы оставляете отверстие для руки, часть сшиваете, потом сшиваете вот этот вот бок, таким вот образом, пришиваете сюда, далее, эту часть, точно так же, ну, опять же, у меня здесь просто, то же самое, сшиваете, вот эту вот часть, то есть, складываете эту деталь, таким вот конвертиком, у вас здесь будет пришито, здесь будет чуть-чуть пришито, здесь будет рукавчик, рука сюда будет выглядывать, и пришито плечико, а здесь уже ваша будет горловина, которую вы хотите, вот такая вот деталь, как бы топик такой, он достаточно свободный, а еще что хотела сказать, девчонки, я думаю, понятно, да, по этому принципу, у меня сразу кардиган, только там нет, в этой передней детали, а здесь вот это вот такая, можно теплый жилет связать, таким вот образом, а можно летний топик, ну, джемперочек такой, кофточка летняя, вот, и что хочу сказать, девчонки, по поводу, сейчас будут видео, мне накидали так много просьб, девчонки, я сейчас сделаю быстренько, вот эти все разборы, и дальнейшая моя деятельность, зависит от вас, то есть, от вашей реакции на эти видео, которые будут, вот сейчас, сейчас будут, я пытаюсь все просьбы выполнить, насколько это возможно, насколько хватит моих сил, вот, и по вашей реакции, я буду определять, что вязать, а что просто оставить, так экспресс-мастер-классом, то есть, если уж вам что-то понравится, и вы новичок, пишите, если изделие получит обратную связь от вас, то я его свяжу, в полном формате, ну, как бы, свяжу от начала до конца, ну, все, девчонки, на этом все, с вами была Вика и школа рукоделия, всем пока-пока.